Подготовка к мероприятию среди школьников велась не один день. К нему ребята подошли ответственно. Учащиеся с 8 по 11 класса и вели о себе уже на первом этапе испытаний. С собранностью и сплоченностью они приятно удивили членов жюри в конкурсе приветствия. Однако это была только разминка. Судьям предстояло оценить прохождение школьников торжественным маршем. Отточенные движения под патриотические песни справиться с испытанием практически всем удалось на высокую оценку. Конкурс включал в себя и медицинскую подготовку. В нем школьники должны были оказать помощь раненому и вынести пострадавшего методом замок. По условиям на задание давалось всего 40 секунд и это оказалось под силу ребятам. Ряд за нелегких испытаний старшеклассникам удалось обойти соперников. Будущие выпускники и стали победителями смотра строя и песни. За этих 11 лет мы сплотились очень. Мы были все-таки, ну мы дружные, дружный класс. Я рада очень, что я в нашем классе. Мы очень старались, тоже за это переживали. И наш классный руководитель тоже спасибо и большое, и всей организации в школе. Мы сохраняем память наших предков, переносим ее через поколение и передаем заботливые руки другим детям, которые младше нас. Победа в конкурсе – это, конечно, отличный повод для достижения следующих побед. Однако эти ребята понимают, принимая участие в патриотических мероприятиях, они узнают больше об истории, знакомятся с военными традициями и укладом. Все эти составляющие и не только вышеназванные помогают в определении приоритетов, доставляют задуматься о том, что важно и что нужно, с чем необходимо идти по жизни. Но приятным завершением встречи стало приглашение военнослужащими 115-го зенитного ракетного полка отведать солдатскую кухню. Несколько раз приглашать не пришлось. Военнослужащие полка на данный момент уже побывали порядком 20 школ города Бреста, города Брестского района, а также посетили ряд школ Ивановского района и города Иваново. В дальнейшем мы будем всячески помогать и содействовать всем учащимся школы и развивать патриотическое направление в нашем городе и в нашем районе. София Бережная, Эдуард Букунович, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ.